Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема это как же восстановить удаленное приложение Альфа-Банка с телефона. Ну, бывает всякое. То есть случайно нажали там на значок и удалили. Бывает, что сбросились как-то настройки там до заводских, либо при какой-то другой ситуации. Допустим, очистился ваш телефон и, соответственно, удалилось данное приложение. Но не стоит расстраиваться. Почему? Потому что каждое приложение можно восстановить. В том числе и приложение Альфа-Банка. Но с разницей в том, что в Альфа-Банке есть сохраненные все ваши процедуры, которые вы выполняли. И не важно, удалили его приложение, либо вы захотели, допустим, зайти с другого телефона и там установить приложение и войти со своих личных данных. Все ваши платежи, все ваши переводы, вся ваша история, все будет сохраняться в вашем личном кабинете. Но если вдруг вы удалили данное приложение, то его можно просто спокойно восстановить обратно из магазина. Если вдруг вы случайно удалили приложение Альфа-Банка на телефоне, ну вот сейчас давайте, вот оно у меня установлено, но мы его удалим. Нажимаем удалить, все расподтверждаем. Все, то есть вот я удалила у себя на телефоне данное приложение. Что мне теперь нужно сделать? Теперь нужно перейти в раздел вашего магазина. Это либо App Store, либо Google Play. Далее нажимаем там на поиск, к примеру, да, и пишем название нашего приложения, которое мы удалили. Альфа-Банк. Все, как видите, у меня здесь вот облачко со стрелочкой, то есть у меня здесь автоматически мое приложение ушло в облако, да. Но в любом случае мы сейчас его заново восстановим. Сейчас оно у нас скачается. Мы перейдем в личный кабинет и весь функционал, который у вас был, все какие-то операции и переводы, все у вас будет также доступно, потому что данная информация сохраняется на постоянной основе. Нажимаем «Открыть». Ну, тут приложение запрашивает отправку уведомлений. Если нужно, можете разрешить. Нет, что вам не нужно, можете отказаться. Так, для того, чтобы войти в то же самое приложение, которое у вас было до этого, нужно входить именно по тому номеру телефона, который у вас изначально был установлен. Тогда все ваши данные заново будут восстановлены. Я ввела номер телефона, нажала «Войти». А теперь мне нужно ввести номер банковской карты. Нажимаем «Вперед». После этого нам сейчас придет четырехзначный код-пароль. Теперь придумываем четырехзначный код для быстрого входа. Нажимаем «Продолжить». Еще раз подтверждаем. Нажимаем «Сохранить». Активировать Face ID. Это если у вас есть данная услуга на телефоне. Все, мы перешли на основную страницу, то есть с теми же банковскими картами, которые у нас были. Поэтому для того, чтобы восстановить удаленное приложение, нужно просто заново войти в него по тем данным, которые у вас были изначально зарегистрированы. Таким образом видно, что после того, как приложение вы удалили и заново его установили, то ничего не изменилось в нем. Какие были у вас операции, они все сохранились. И вы также можете дальше контролировать какие-то транзакции по вашей карте. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.